Всем привет, с вами Этон, добро пожаловать на продолжение нашего прихождения в моде New Ways для Hardfire N4 за Грузию, поехали! Ну и также перед началом ролика хочу порекомендовать вам подписаться на наш канал, не забыть оценить ролик, ну и оставляем свои комментарии. Всем приятного просмотра! Может быть я сломал его тем, что удалил дивизии? Далее, истинное лицо грузинского коммунизма, наш текущий лидер что-то расскажет о себе. Давайте узнаем! Раз такая ситуация, можно конечно вот так вот пойти как бы, да, но неохота так вот делать просто. Это как бы не очень, правильно. Тут у нас две скидки на промышленность, одна скидка на, ух, слушайте, хорошие скидочки прям. Тут у нас экономика, здесь у нас прям подготовки, здесь все рост сопротивления, ну в принципе не сильно важно. Давайте, оу, погодите, верну земли СССР. Сейчас тогда получаем военно-технические институты. Революционная Франция объявляет войну Российско-Советской Социалистической Республики. Кого? Вы серьезно сейчас? А с чего это оно? Эээ, вот это уже неприятно, хочу сказать. Ну сейчас тогда гонка за капитуляцию Советского Союза будет. Правда я не знаю, Франция вряд ли высадится вообще в него. Ну серьезно, откуда? Вряд ли до сюда дальности хватит. Ну давайте механы изучим тогда, что бы нет. У него 7 фабрик, 5 военных, неплохо. И готово на цель войны, сразу мы погнали. Ну часть дивизии сразу в атаку получается, ну как бы поехали. Они даже сами пошли. А, ну да. Да чтоб не призывал, пожалуйста. Ну или Рейх пускай не соглашается. Ему не выгодно со мной воевать все равно. Никому не выгодно со мной воевать. Сразу едем по городам. Надо его капитулировать как можно быстрее сейчас. И отрезать желательно еще. Так, Ростов мы взяли, давай сразу в Астрахань. А, убегают, а? Просто убегают. Даже Краснодар не дал много капитуляции. Так, давайте на атаку оборону. Сейчас главное доскакать до Астрахани. Самая главная задача. Безусловно, что-то должно из этого в итоге получиться. Ну, блин, организация заканчивается. Ну, в принципе, мы сейчас его спасем. Ну ладно, тогда мы сами готовимся. О, 35 дней, нифига. Полин! Какой нахер третий рейх? Ну вы смеетесь, что ли? Италия еще, да-да-да-да. Болгария еще раз, да-да-да. Ладно, порты мы у них заняли, поэтому они не приплывут сюда, и уже радует. А у них, походу, еще и капитуляции много. О! То радует. Так, ну тогда сейчас пойдем красить Советский Союз. Чуть-чуть остается. Что Советского Союза дивизии так и нет. Ну, что-то кукует совсем. Самое главное, фокус не скипается. Там могли бы национализировать все это. Ну тогда давай вот это дело. Социалистическая экономика. Сейчас тогда мы им агрессию поставим. Предложение Казачья Годская Держава. Не-не-не-не. Так не работает. Сейчас мы столько кавалерии наплодим, да? Да, давайте еще двоих. Тогда мы отправим в Крым. Ну воюем с осью, что еще поделать? Да и надо бы военные заводы уже строить. Давайте автотранспорт продадим. Если бы можно артиллерию даже продать чуть-чуть. Как-то с ними воевать надо будет. С осью. Так, ставим тогда на военные заводы строителя. Надо потихоньку уже переходить к нормальным дивизиям. Тем, что мы воюем. Это совсем не то. Все, погнали завоевывать Советский Союз, который ничего не хочет делать. Первая социалистическая война, конечно. Да-да-да. Просто захватываем Советский Союз. Выполнился социалистическая экономика. А тут у нас надо состояние мира с Российской и Советской Республики. Вон она как. О, ну пока комиссаров делаем. По всей стране поехали. Да как... Кого? Ну это не смешно. Это просто не смешно. Вступила в комментарии. Ну я понимаю. Просто понимаю. Ладно, 10 дивизий отдельно выделяем. Тогда на Советский фронт. И пускай они сами потихоньку красят. Мы пока к Украине подготовимся. А то она что-то борзая. У них даже танки есть. Ну нафига себе. Призывают всех подряд, а? Сейчас еще Советский Союз высирает 100 дивизий. И я охраневаю. Сейчас тогда их котлим просто как свинот. Идем все красиво. Ну это мы капитулируем. Это не проблема в принципе. Ну заодно Украину себе присоединим. Чего бы нет. Тоже неплохо. Украинские дивизии прям на весь фронт наплодили. А здесь там можем закотлить. О, это тут вообще пусто. А тогда отрезать порты на всякий. Это вдруг всякие еще право прохода случайно так получат. Вот тогда я офигею от жизни. У них же воздух есть. У нас-то его нет вообще. Ну, как бы да. В Советском Союзе хоть что-то есть, по крайней мере. Не просто так воюют. У них тут куча дивизий. Там куча дивизий. Че вы творите? Так, давайте мы милитаризацию проведем. Ставка на быстрая капитуляцию в принципе идет. США объявляет войну и реорганизовано свободное либерийское государство. Господи. Монголия еще. А вы че? Афганистан-то че, Васи? Ну, е-мое. Ну, это уже мучение настоящее. Я не знаю. Так. Адесса. Здрасте. Ну что, капитулируем? Ну, сейчас по пехотке я буду в диком минусе из этого советской территории. Все. Победа некая. Победа достигнута. Сейчас тогда мы добиваем некоторые котлы. По сути, фронт держит кто, монголы что ли? Серьезно? Монголы тува. Белоруссия. Да, вы издеваетесь. Это какое-то издевательство. Просто я не знаю. Все подряд в комментарии наступают. Как так можно? Так, наверное, санализировать все это дело тогда. Все, Монголии, то че так много дивизий? Да-да-да-да-да. Болото еще эти грязные. Менск. Кста. У нас, конечно, хоть агрессия и стоит, но, блин, можно не вступать в прямые контакты-то, ну, ё-моё. Это самое бесячее, то что они прямой бой вступают. Отменен. Да вы че... Да вы че с ума сошли. Ладно, получаем тогда ячейку, потом это дело. А, ну, вон бомбардировки идут. Попробуем их капитулировать, конечно. У них это быстро должно быть. Сейчас кто еще присоединяется? Казахстан, да? Хотя он демократ, не должен. Больше вроде некому особо присоединяться. Все почти окружили монголов. Откуда у них моторизация, вы мне скажите? Откуда у Монголии моторизация есть? Эй, я че-то забагался искусственный интеллект в России, и такая вот херня происходит. Ну, хойка, че я могу сказать? Хойка такова. Ну, осталось немногое. Что-то добивать надо только если. Все, давайте для этого дела морпехов тогда отделим. Потому что эти нихрена не могут сами по себе сделать. Ой, нет, только вы румын еще не присоединился к ним, слушайте. Это все на меня сразу полетит. Будем кататься, добивать все это дело и все. Греческая империя, а че она делает в войне? Так, давайте тогда мы у Рейхам внедримся в армию все-таки. Единичные отряды остались у них тут. Да, появляется военный завод. Нам щас надо упор на пехотку делать, потому что ее нету. Ее просто нету. А тем временем грузинская армия вошла в Москву почти. Ну, вообще вошла, но как бы нет. Во. О, механы побыстрее пойдут, че. Жаждет реванш, атака дивизийна над территорией 10, защита дивизийна над территорией 10, модификатор и акцент на нападение. А, здесь на меня. Но это не очень приятно к отличному. Ну, в принципе, осталось уже ничего. Что, Монголию мы истребили? На поле боя их больше нет. Тут уже особо-то и нечего красить. Как бы мне не пришлось до Владика ехать. У нас ячейка исследований новая. Наверное, ППШ, а идем изучать тогда. Так, а мне для Кубани? Нет, блин, еще 9% целых. Столица-то во Владивостоке, все-таки. Да, конечно, Бразилия тоже в войс вступила. Я вот это не понимаю. Стоит функция, вступали, чтобы на одной части континента, да, вступает Бразилия. Да, у нее там по фокусам оно. Но не это ли ересь? Как там? Не очень. Ну, она, кстати, постоянно почти вступает. Вот, любит прям реформировать КСФСР. Вообще нужна авиация, ну, блин. Самое главное, Франция даже про проходы не просит. Тут 4 коня, которые 5-касочные, 6-ти. И снабжения не хватает. Я серьезно? Погоди. Ё-моё. Это уже опасно, слушайте, прям. Греки ко мне высадились в охреневшие, что ли? Это уже охренеть можно. Это, это именно охреневшие греки. Сейчас еще все остальные сюда поедут. Главное успеть что-то покрасить. Да, вон. Немцы приехали. Достопочтенные. Погоди сюда ехать. Погоди, они танки уже сюда приволокли. Офигеть. Такая куча сюда приехала. Вы чё? Ну что, их здесь можно задержать, закатлить вообще. Если получится, конечно, но нет. Походу, дело. Фух, мы все-таки капитулировали их. Аннексировали мы. Наконец-то. Военная экономика пошла. Так, вот здесь у нас проблемы настоящие. Не знаю, как еще назвать это. Лучше по портам еще расставимся. Потому что что-то как-то у меня стремно. Надо возвращать дивизии. У меня же бомжатские дивизии. Ну, серьезно. Глобальное разворачивание сделаем. Но мне для начала нужен шаблон однокасочный, чтобы их быстро развернуть. Потому что мне нужно очень быстро-быстро-быстро все это. 100 дивизий, я думаю, осилим. Нет, 100 не осилим. Хотя бы 80. Ну, они еще и в Одессе. Господи, что это такое? Ладно, ставлю фокус на подготовку армии. Потому что иначе я не могу не успеть просто даже развернуть ее. А вот не успел я порты прикрыть. И все. Мы внедрились. Давайте красить военные чертежи. А! Ага. Существовать должно. О, нам пока возвращаем землю. Без национализации мне не очень как-то приятно. Хотя бы Одессу отрезать надо. Тут уж не сдержать их. Приехали черти. Мне и так воевать-то нечем. Так, пехота, пехота, пехота. Доп. Снаряжения, конечно, мало. Половина без них будет. Ну, вроде мы сейчас должны национализировать все. Надеюсь. Британия. Поможет нам. Ну, как она нам поможет? Да, другой вопрос. Потому что... Ну, чего она не высадится уже? А, гражданочка. Ситуация малость напряженная, хочу сказать. Блин, раскатлились собаки. Ну, что мы вернули землю? Частично. 50 миллионов. Ну, неплохо, конечно. Ну, блин. Почему фокус так сломался? Не вовремя прям. Так бы пригодилось все это дело. С танками пока тяжко, поэтому держитесь без них. Есть шанс пробить Одессу. Выбьем Одессу, и будет хорошо. Там они высаживаются уже. О, выбили, выбили. Красиво. Все хорошо. Одессу мы забрали. Они, кстати, горят. Ой, да вы... Да вы заколебали, но серьезно. Это клоуна тоже какая-то. Попытаемся их закотлить. Там или еще что-нибудь сделать. Вот эти надо пополнить. Пополнить. Еще раз пополнить. Они так хорошо закотлиться могут. Они так все легко. Ну, немец об нас тоже потерял уже немало. А, ну давай. Литва. Смотрите тут у меня. Ага. Ага. Слушайте, хорошо. Они могут нам очень здорово сейчас помочь. Да-да-да. В войне с немцем. Очень сильно могут сейчас помочь. Они будут охрененные, если они нам помогут в этом деле. Мы задержим. Они убивают. А вот этот немец пока не особо хочет быковать на них. То есть нам, по сути, надо выделить. Погодите. Тут существует. Выполнить фокус отменено. Есть соблюдение. И ныне все требования. Сейчас странный фокус. Условия вообще бесполезные и непонятные. А, тут тоже надо, чтобы существовало. Не, ну это бред. Нет. О. Котелок. Сейчас сразу добиваем. Еще войнобел. А хотя смысл нам от этого войнобязанного? И вообще ноль. Ну, восстановление дивизий. Да, ладно. Все. Ну, только из-за этого тогда берем. Все остальное особо не важно. Вот это мне уже нравится. У них тут столько дивизий. Это жесть. Тут отрезать сладкая прям такая возможность. А это тяжело. Стыкают ли мы как свинот? Их тут надо держать. Держать как можно дольше. Потому что это важно. Их почти заключили. Серьезно, я такую проблему. Пускай они сюда заходят. Мы их просто здесь отсечем. Дополнительно, так скажем. Господи, куда ты пошла, Италия? Куда ты воевать-то хочешь? Есть шанс, что Иран сейчас со мной воевать будет. Такой есть небольшой шанс. Сейчас их керчи заклять просто. О. А вот и началось. Так, правого прохода давай мне. Я вам буду помогать. Посмотрим, как у них ситуация, конечно. Но, в принципе, у Рейха должно быть... Ну, мало дивизий у него. Притом, куча здесь. Есть котел. Походу, пушат. А на этом серия подошла к концу. Если вам понравилось, не забываем ставить лайки, подписываться. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.